Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Надеюсь, что меня видно, слышно хорошо. Вот, что сегодня у нас получится провести урок. Комментарии ваших. Наверное, я сейчас сделаю, чтобы у нас был мобильный интернет. Будет быстрее тогда. Смотрим, да. Думаю, что да. Итак, дорогие друзья, все. Мы продолжаем изучать Тору. Потому что Ки-И, Ха-Е, но говорят в Торе, что она это жизнь наша в Орахиме, но и продолжительная жизнь нашей. Спасибо всем за пожелания хорошие, за молитвы, чтобы мой папа выздоровел. Операция прошла успешно и с Божьей помощью все будет хорошо. Да, всем привет. Значит, он сейчас, вот, его должны уже переводить из послеоперационной в обычную палату. И, значит, а мы изучаем Тору. Все, сейчас я пытаюсь скачать, пытаюсь скачать, я сейчас, значит, ХИТОС сегодняшнее. и мы получим. Значит, вчера мы, кстати, пропустили урок, но там было, было содержание вчерашнего урока, нет звука, да, мне кажется, что уже бы написали, что это, что звук есть. Мне кажется, что звук есть. Значит, только у Михаила нету, надо ему включить. Не открывается у меня ХИТОС. Вот в чем вопрос. Значит, я буду... Так, что ж такое? Журнал ХИТОС. Сейчас, секундочку. Не открывается журнал ХИТОС. У меня не открывается. Как же мне быть? Секундочку. Так, ну что? Звук есть, да? Пишут участники. А что же у меня компьютер-то не срабатывает? Хочу подключиться с сети шарейцедок, и он не подключается. Сейчас, секундочку. Всегда есть такой момент включить и выключить. Если вот у меня что-то не работает, то я пробую еще и еще раз. Написано в Талмуде, есть такой закон. Игата вемацата таамин. Значит, если ты трудился и нашел, то верь. Если скажет тебе человек, трудился и нашел, то верь ему. Я очень в эту мудрость верю, потому что если что-то не получается, нужно постараться, постараться еще раз, и получится. Вот у меня получилось. Видите, еще раз доказательство, что в Талмуде самая вообще большая мудрость. Значит, во-первых, сегодня 24 ТВ, это сегодня Йорцайт, Йорцайт Альтера Ребе, который написал книгу Тания. И он нам дал такую мысль, что... Что такое хасидизм, его спросили, да? Он говорит, хасидизм – это направление в иудаизме, направление в служении Всевышнему. И он сказал так, что пути хасидизма – это значит, что все хасиды должны жить как одна семья, в соответствии с Торой, в любви. И хасидизм – это жизненность. Это распространять вокруг себя жизненность и освещать все так же и то, что не является добром. Знать о зле, заложенном в самом себе, для того, чтобы исправить его. То есть хасидизм – это такая жизненность, жизненная сила. Все у нас хорошо, слава Богу. То есть даже если кажется, что нехорошо, то в этом тоже есть хорошо. Это большой, огромный, огромный такой урок исхода из Египта, главный для меня урок исхода из Египта, что еврейский народ был в изгнании 400 лет, с момента рождения Ицхака были в изгнании 400 лет, до выхода из Египта. Авраам, который соединился с Богом, ему Бог поклялся просто, пообещал ему, семь раз в Торе он ему пообещал, я тебе дам эту землю, в которую я тебя привел. Когда Авраам, у него умерла жена Сара, он покупал за деньги, пещеру Марата Махпыла, чтобы ее похоронить. А Бог же ему обещал, Авраам говорит, а я, Всевышний знает, что делать. Потом Ицхак, значит, ему Бог обещает, тебе, значит, всю землю это отдам, тебе и твоему потомству. Ицхак, значит, всю жизнь его гоняет. Потом Яков, Яков тоже у него, он покупает кусочек земли. То есть Всевышний обещал же, обещал, и что? И идут сложности, сложности, сложности. Потом Еврейский народ приглашает 70 душ в Египет. Бог говорит Якову, спускайся, будет хорошо тебе, будет хорошо твоему потомству. Яков спускается со своей семьей в Египет. И что? И то, их забирают в рабство. Умирают Яков, умирают все его сыновья. И, значит, новый фараон забирает в рабство. И 210 лет продолжается такое тяжелое рабство. И убивают детей там, и все. Ну, жуткие вообще истории. Такие, что просто не дай Бог никому пережить такое. Но потом выходят из Египта и получают Тору. И что мы видим из этого? Что если ты получаешь что-то ценное, у тебя в жизни обязательно равновесно есть какое-то страдание. Так работает система. День и ночь. Мы же не удивляемся, ну, почему все время ночь? Почему есть и день, и ночь? Мы же не возмущаемся. Пусть будет все время день. Хочешь все время день? Пожалуйста, едь на Северный полюс. Там тебе будет все время день. Но будет у тебя длинный день, но холодно. То есть, длинный холодный день. Значит, у тебя, ты вроде получил то, что ты хотел. У тебя длинный день, но холодно. Понятно, да, идея? Теперь, если ты хочешь, чтобы все время была ночь, пожалуйста, на тебе длинная ночь, но тоже холодно. То есть, тебе или, значит, у тебя есть день и ночь теперь ты едешь туда где тепло там куда-нибудь на экватор там людей нету значит то есть все что всевышний дает есть всегда обратная сторона медали то есть не бывает в этом мире большого счастья без соответствующего ему страдания то есть все как бы найдет на на весах все равновесно а получается тогда из этого что что для того чтобы получить большое тору дотора это путь к вечной жизни пришлось отработать в рабстве пришлось пострадать и то же самое сейчас написано что тот-то мекабель на себя тот-то получает на себя ярмо торы с того бог снимает заботу о пропитании и бремя властей то есть пожалуйста хочешь чтобы не волноваться ни про что значит возьми на себя ярмо торы тот-то сбрасывает себя ярмо торы на него на того сразу надевается ярмо ярмо знаете это как как запрягают его забота о пропитании и бремя властей всегда есть выбор теперь дальше дальше мы сегодня читаем отрывочек давайте приходим хумаш письменная тора и сказал бог моши говоря ему я бог и скажи фараону царю эдипта все что я тебе говорю то есть бог сказал моши что ты будешь мой что ты так сказал ему бог вайомер моши лифнешем аши тогда моши отвечает богу вот я говорит араль сватаем я косноязычный в эхе шмайлай поро он говорит как меня поро услышит как я косноязычный не могу нормально разговаривать я всю жизнь там был вообще ну вот косно знаете если эти косноязычные и он богу говорит как и сказал бог ему моши смотри я тебя ставлю всесильным на поро неважно ты косноязычный или не косноязычный есть люди которые косноязычные но вот все что они говорят мир делает он говорит не не красота речи главное он говорит я тебя делаю всесильным для фараона то есть ты будешь говорить косноязычное но ты будешь он будет делать то что ты скажешь варон ей ахиха и и навеха аарон твой брат будет для тебя нави нави это пророк пророк это тот кто мы привыкли слова пророк использовать но нави пророк это тот через которого идет идет речь то есть пророк он передает волю всевышнего и здесь сказал бог маша я буду сквозь тебя не думает ты будешь убедительно говорить неубедительно фараон будет делать то что ты ему скажешь а я буду тебе давать сигнал ты будешь говорить арону арон будет разговаривать с фараоном такую систему бог создал кстати интересно что бог с нами говорит по такой же системе то есть у нас вокруг нас есть люди которые имеют над нами какую-то власть вокруг каждого человека есть такие люди как бы он не старался там сказать я один я самостоятельно я свободный но мы все не свободны в этом мире есть люди которые имеют над нами власть есть люди через которых бог с нами разговаривает вот как раз на этой идее мы создали воикра платформу что есть люди которые вот они увидели своей миссией передавать слово всевышнего и значит и идет сигнал вот этот вот идет сигнал через преподаватели воикра я надеюсь что каждому мы дойдем этим сигналом потому что каждый человек может от того он услышал от этого не услышал мы идем по этой системе теперь дальше а таки добр от кола шер от савеха бог говорит маша ты будешь говорить все что я тебе прикажу а рон твой брат будет говорить фараону и он вышлет сыновы израиля из земли из египта вышлет он их а я говорит бог экша и тлев поро я ожесточу сердце фараона и я для чего чтобы умножить знать и вот эти вот знамения и чудеса на земле египетской значит свышний так специально сделал вот есть известная история когда как-то ров и строится ландр был такой раввин он проезжал лет 200 назад и остановился в одной гостинице и значит хозяин гостиницы он был такой же не 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 соблюдающий еврей я выстроился ландр был очень велик и раввин и этот хозяин гостиницы говорит говорит почему бог вот если бы бог мне явился и если бы бог мне значит показал какие-то чудеса лично я бы поверил а так говорит что буду верить когда-то бог сделал вот эти все чудеса в египте ну и что что это 3330 лет читают ну и что значит значит говорит вот если бог мне лично показал чудеса я бы поверил а хорошо раби строльца ландр промолчал потом значит этот хозяин гостиницы говорит а вот у меня дочка есть училась консерватории и я назначи такая музыкантша хорошая раби строльц furniture говорит я не верю этот хозяин гостиницы говорит да я покажу тебе его дипломы из консерватория и и дипломы покажу а раби строльца IF говорит а я все равно не верю че буду дипломом этим верить кто эти люди все которые диплом ему давай ей давали хозяин гостиница говорит, ты что говорит, это профессора этих музыки там, да, они давали дипломы в консерваторию. Рабистроль говорит, не, пусть она приедет, передо мной сыграет, и я ее оценю, тогда я, мол, поверю. Хозяин гостиницы говорит, что она будет перед каждым вот этим вот проезжим играть? Ей уже, она уже доказали, что она хорошо играет. Рабистроль говорит, вот видишь, ты мне вчера такой же вопрос задавал. Ты говоришь, что Бог должен тебе лично делать чудеса. Он уже сделал все чудеса в Египте, задокументировано, записано, передается из поколения в поколение точно, что он сделал Бог. Поэтому не надо уже, чтобы Бог каждому не будет там море расступать отдельно и так далее. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Значит, здесь Бог говорит Мошер Абену, я ожесточу сердце фараона и умножу я от Утай в Этмофтай, я умножу свои знати, знамения и чудеса на земле египетской. И не послушает вас фараон. Он говорит, я дам, значит, я тогда сильно, он говорит, проявлюсь в Египте и вытащу свои войска и сынов Израиля из земли египетской с очень большими знамениями. Значит, вот иногда нам кажется, что вот живет человек какой-то, да? Например, вот Вероника Вадапьян или Спринг Амадеус или Николай Федоренко, да? То есть, кажется, просто смотришь на человека, ну, человек и человек, да, какой-то вот мы все примерно выглядим одинаково. Со ста метров люди примерно не отличаются, да? И когда умирают люди, примерно они выглядят одинаково. Ну, то повесочет разница. Но внутри, в душе у каждого из нас есть какая-то, какой-то большой потенциал. И этот потенциал называется войска Всевышнего, да? То есть, есть Всевышний, вот этот луч, он проявляется каким-то образом в каждом человеке. И если человек, он осознал свою миссию служить Всевышнему, то у него этот луч, он превращается в какие-то уникальные действия, в какой-то уникальный бриллиант. И, значит, Бог говорит, я выведу свои войска из Едипта, и, значит, а Едипет сделаю большими судами, накажу. Не накажу, не написано накажу, а покажу. Значит, и воеду Митсраем, и узнает Едипет, Теани Ашем, узнает Едипет, что я Бог, когда я сделаю вот эти все знати, и выточу сыновы Израиля оттуда. Ваас, Моше, Ваарон, Кашер, Сева, Ашем, Отам, Кенасу. И сделали Моше и Арон, как приказал Бог им, так они и сделали. И заканчивается сегодняшний отрывок. У Моше бен Шмунимшана, Моше был в это время, 80 лет ему было, Ваарон, ему было 83 года, когда они пришли разговаривать с фараоном. Значит, получается, такая интересная вещь, что Моше Рабейну, ему было 80 лет. Вот мы иногда думаем, не иногда, человек живет в своей вере. Да, вот есть такое выражение в одной из главных в Торе, это сказал его пророк Хавакук. Цадик бе эмунато ихье. Цадик, праведник, верой своей живет. Но не только праведник верой своей живет. Мы все живем своей верой. Мы все верим, что надо сегодня сделать следующие вещи, завтра следующие. Мы верим или надеемся, вера называется надежда, мы надеемся, что какие-то действия дадут какие-то ожидаемые нами результаты. И мы верим, что наши объяснения того, что происходит, они правдивы. Каждый человек, он верит своим глазам, своим мыслям, своим определениям. Но поэтому получается, что каждый живет в мире своей веры, не только Цадик. Просто Цадик, он верит во Всевышнего, и он верит, что Всевышний постоянно без остановки управляет миром, управляет жизнью. Что Всевышний в этом мире, он знает, ну то есть мир-то существует уже сколько тысяч лет. И вот человек, он пытается контролировать свой маленький микромирок своей верой. И вот эта вот его вера называют его эго. Называют эго. Типа, вот это я, и я считаю, что так оно есть, так оно должно быть. Теперь в египетском, то, что мы сейчас изучаем, исход из Египта, Всевышний показал, что весь этот мир со всеми его правилами, принципами, какими-то там намерениями и так далее, все это, все это иллюзия. Конкретно иллюзия, все это держится просто на вере. Люди верят, что биткоин будет стоить дорого, поэтому его покупают. Другие люди не верят, что биткоин будет стоить дорого, они его не покупают. Если больше людей будут верить, что биткоин будет стоить дорого, то больше людей его купят, и биткоин будет стоить дороже. То есть биткоин, он на вере состоит, да? Теперь, если люди будут верить, что какой-то президент, он сделает им лучше, то он будет президентом. А если люди будут верить, что он не сделает им лучше, он не будет президентом. Сам президент, если он будет верить, что надо сделать вот так, то он сделает вот так. А что получится, мы не знаем. То есть весь мир стоит на вере. Теперь у человека есть единственный выбор, во что верить. Верить в себя, некоторые говорят, верь в себя. Другие говорят, верь в Бога. Третьи говорят, на Бога надейся, а сам не плашает. Человек живет в своих придуманных верах. И в каждой своей вере он потом сам же, что интересно, вот это уникальная такая штука, когда человек, он оценивает себя и оценивает мир, и оценивает негативно. Это очень смешно, потому что... А я сейчас выбрал для себя, это мой выбор, да? Когда что-то не соответствует моему ожиданию, то можно над этим посмеяться, или можно этому, значит, разозлиться, чтобы была рифа, шлема, вот маме, маме, Ася, Бадженя, и все, кто сейчас болеют, близкие наши, чтобы, чтобы, значит, чтобы они выздоровели. Вот как раз сейчас в ковидной травматологии с двусторонней пневмонией, перелом шейки бедра. Вот, чтобы была Ася Бадженя, чтобы была ей рифа, шлема, 85 лет, чтобы, мы сейчас читаем за нее, это Элим, 86-й, чтобы было ей полнейшее, полное выздоровление. Я пока сам лично не столкнулся с этим опытом, я никогда не знал, что такое, что вообще такое бывает, да? То есть, вот сейчас у меня тоже отец с этим переломом, и я не знал, что такое бывает. Но вы знаете, все бывает. И вот когда ты воспринимаешь это как эта жизнь, оно бывает, оно идет, оно идет, и ты можешь в этом участвовать более эмоционально, менее эмоционально, ты можешь это переживать. То есть, мы же переживаем не само событие, мы переживаем свой рассказ про это событие. И когда человек видит это, он видит какой-то опыт. Когда он выходит оттуда, он дальше живет в своем рассказе, в своем отношении к этому, в тех словах, которые он говорит, в тех мыслях, которые он об этом думает. Конечно, это удивительно, и мы специально Всевышний так сделали, чтобы мы проходили этот опыт. Кстати, я вот, ну, про сегодняшний отрывок мы уже закончили. Вот этот фильм, который «Не смотри наверх», да, «Не смотри наверх», «Не смотри на небо», это сейчас уникальный вышел фильм, который заставляет задуматься. И очень заставляет задуматься, потому что там фильм, когда комета летит на Землю, и все знают, ну, не все, кто-то верит в это, кто-то не верит, что она уничтожит Землю. И как люди перед лицом вот этой вот неминуемой дибели, она неминуемая для каждого из нас. Мы все умрем раньше или позже, физически все люди умирают, да. И перед лицом неминуемой дибели, как ведут себя по-разному люди. И это очень такой, ну, вот, момент задуматься. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм, который называется «Не смотри наверх», и пере, как бы, спроецировать его на свою жизнь, да, на то, что каждый из нас ежедневно, ежечасно, ежесекунда приближается к моменту ухода из этого мира. И кто-то на это обращает внимание, кто-то не обращает, кто-то думает об этом, кто-то не думает. Но мы все занимаемся какими-то делами, в которые верим, да. То есть я желаю всем найти ту веру, которая даст вам и максимальное счастье. Я нашел эту веру в Торе, то есть я верю в Тору, я верю в то, что Всевышний сообщил конкретно через Маше Рабену, вот мы сейчас читаем об этом. Он сообщил, что он хочет, как он хочет, для чего он хочет, как работает этот мир и так далее. То есть вот поэтому я изучаю и верю в то, что все, кто болеют сейчас, Всевышний дает каждому пережить какие-то в жизни события, для того, чтобы каждый что-то в этих событиях для себя вынес. И что намерение Всевышнего всегда только добро и только любовь, а то, что оно трансформируется иногда в страдания, наши страдания, наших близких, не дай Бог, чтобы я за то, чтобы не было ни у кого страданий, то это некая необходимая вынужденная мера для еще большего добра. Как перед рассветом всегда идет самое темное время суток, как перед родами есть самая большая боль. Говорят, что самая большая боль – это женщины перед родами они испытывают. И так же… Так Всевышний сделал почему-то. За самое большое счастье нужно заплатить большую цену. Все, всем удачи и успехов. Я верю в то, что те, кто страдают в этом мире, они обязательно получат после выхода из этого мира, получат рай, любовь, прямо наслаждение невероятное. И иногда те, кто всю жизнь стремились к удовольствиям, они могут потом за эти удовольствия для равновесия получить какие-то страдания, а потом опять большое удовольствие. Но я очень верю, что если бы Всевышний был злой, он бы тогда уничтожил этот мир в три секунды и сделал бы это очень каким-то таким ужасным путем. Но так как, в принципе, все равно мы видим, что большую часть времени человек получает удовольствие, добро, любовь, и у него внутри есть невероятный запас на вот этих вот прекрасных чувств, то я все-таки верю, что Всевышний все делает только для добра. И чтобы было всем рифа шлема. Субтитры создавал DimaTorzok